Многие из нас не замечают, как после снегопада дороги и тротуары становятся проходимыми, потому что работы по уборке снега ведутся чаще всего ночью или рано утром, чтобы не мешать пешеходам и автолюбителям. Но и днём коммунальщики не дремлют, вычищают мостовые переходы, остановки, пешеходные переходы. Зачастую работать приходится вручную, потому что техника может повредить различные конструкции. Что и говорить, работа сложная. Попробуй помаши целый день лопатой. Ежедневно на очистку выходят порядка 40 людей и 3-4 единицы техники МКСМ. То есть уборка производится сначала вручную, у нас есть роторы, далее снег вывозится. Я думаю, жители города неоднократно видели, как с моста Победы постоянно происходит уборка. Руками ребята вывивают снег и через погрузчик загружается в КАМАЗ и всё это вывозится. Также руками очищаются путепроводы, это 4-го Б микрорайона и перемычка. Там неудобное место для техники, потому что пешеходный переход маленький, приходится очищать вручную. За каждой частью города закреплён ответственный человек, который направляет рабочие бригады на расчистку проблемных участков. График работы определяется заранее, поэтому время на определение места уборки не тратится. Вывезли снег отсюда, перемещаются на следующий участок. Первостепенное, что уделяется внимание чему, это автобусные остановки, пешеходные переходы, особенно пешеходные переходы около школ, садиков и там, где производится отправление людей на заводы, на работу. Эти остановочные места посадки пассажиров очищаются в первую очередь. Александр Соловьёв максимально нас попросил сосредоточиться именно на пешеходных переходах и на объектах социальной и культурной сферы города Балакова. О том, что необходимо обратить внимание на мостовые переходы и перемычку в первом микрорайоне, глава района Александр Соловьёв говорил на планёрке три дня назад. И хотя указанные участки и так в графике Балавтодора стоят в первых рядах, их дополнительно осмотрели и почистили. Кстати, балаковцы тоже могут внести изменения в график работы коммунальщиков, сообщив о том, что где-то из-за снега затруднено движение. В среднем от 9 до 20 звонков мы получаем за сутки. В рамках Балавтодора существуют дежурные диспетчерские службы, которые выезжают по каждому звонку и производят те работы, о которых люди заявляют. Это касается и светофорных участков, это касается и участка ливневой канализации, также это касается участка наружного триквартального освещения. То есть три участка у нас работают круглосуточно. Звонки принимаются через диспетчерские службы, ещё раз напомню, телефоны 63 10 33 46 80 25.